В этом видео мы с вами поговорим о цинке, о том, зачем он вообще нам нужен и о том, как он может нам и навредить, и наоборот помочь. А если помочь, то в чем? Давайте с вами разбираться. На что влияет цинк вообще, зачем он нам нужен? Вот сейчас посмотрите на меня и спрошу я вас один вопрос. Если вы болели ковидом, пропадал ли у вас запах? Ну, запах, вкус, вы как будто еду кушаете, а у вас пластик во рту, просто вата какая-то. Это прямое доказательство того, что есть проблема с дефицитом цинка, потому что цинк является сильнейшим противовирусным иммуномодулятором в нашем организме, то есть он борется с вирусами, а ковид это как раз таки и есть вирус. Представьте, вирус попадает, организм понимает, что есть вирус, и он как бы из наших тылов высвобождает эти запасы цинка, которые у него есть, циркулируют в крови, и направляет на борьбу с вирусом. У него заканчиваются, так сказать, его посыльные, да, то есть они победили вирус, и у него не осталось. А цинка отвечает как раз таки вот за эти вкусовые качества. Если у вас была похожая ситуация, поставьте лайк этому видео, потому что с этим сталкивался каждый второй, кто болел ковидом. Есть история, которую я уже рассказывал года 4, потому что она связана с самой большой ошибкой применения цинка, и, к сожалению, которая супер неочевидна, потому что многие женщины и девушки, и мужчины, кстати говоря, тоже, услышали о невероятной пользе цинка, который и для тестостерона, и для красоты волос, и для кожи, и многое другое начинают принимать большое количество. Так вот, история заключается в следующем, и сейчас расскажу самую главную ошибку. Пришла как-то девушка на мой бесплатный эфир, и услышала, что цинк действительно может являться классным инструментом для восстановления волос. Он действительно входит в схему, где есть несколько элементов, и цинк играет наиважнейшую роль. Плюс я говорил, что цинк помогает действительно в гормональном уровне, помогает в пищеварении и многое другое. И я сказал дозировку, не буду сейчас говорить, она превысила эту дозировку в два раза. И она отказалась пойти на полноценное обучение, она сказала, я сама. Она приходит через два месяца, даже через два с половиной месяца, на повторный эфир и рассказывает о том, что я начала пить цинк, а у меня волосы еще больше стали его подать, качество еще хуже стало, и вообще не работает ваши дозировки. Я чисто из профессионального вообще интереса вывел на отдельный разговор, в личке потом списался, я говорю, расскажите, пожалуйста, сколько вы принимали цинка? И она говорит, что я принимала цинка 100 миллиграмм, вместо тех 50, которые говорили, что верхняя граница. Я говорю, а зачем вы это делали? Она говорит, я думала, что если в два раза больше пить, то что будет в два раза? Быстрее восстанавливается качество волос. Но по факту она сделала самую главную ошибку, к которой я как раз таки подхожу, что цинк и железо являются взаимозамещающими элементами в нашем организме. У нее был дефицит железа, у нее был 30 микрограмм железа, ферритина точнее, а потом он у нее провалился до 15. И здесь как раз таки послужила ошибка в том, что она применила большую дозировку цинка. Не работает так, когда ты больше цинка применяешь, у тебя быстрее восстанавливается волосы, больше становится тестостерона и так далее. Людям хочется мыслить бинарно, типа да, нет, черное-белое, 0,1, да, вот как в информатике. На самом деле так не работает, потому что у тебя одно состояние желудочно-кишечного тракта, у меня другое состояние желудочно-кишечного тракта. Тебе, если у тебя хуже ЖКТ, больше надо дозировки, а мне меньше дозировки. Я коридор скажу, но конкретную дозировку сказать невозможно, просто физически. Потому что разное питание, разное состояние желудочно-кишечного тракта, разное географическое даже положение и разные затраты. Потому что ты, например, если начинаешь активно заниматься спортом, ты как мужчина, то у тебя больше тратится тестостерона и больше, естественно, нужны ресурсы в виде цинк, который является по факту фундаментом наших андрогенных гормонов. Цинк является наиважнейшим, так сказать, формирователем наших андрогенных гормонов. Это и у мужчин, и для женщин, потому что для женщин здоровье яичников напрямую взаимосвязано в том числе с нормальным уровнем тестостерона, дегидротестостерона и прочих гормонов, которые связаны с цинком. Когда говоришь про цинк, обычно у людей возникает ассоциативный ряд морепродуктов. Устрицы – это афродизиак. Нужно поесть морепродуктов, чтобы у тебя там либидо, чтобы у тебя там хотелось все и так далее. На самом деле это больше про самовнушение, это первое. А второе, с чем это тесно действительно взаимосвязано, это с улучшением реологии крови. Что это такое? Ты когда ешь морепродукты, в которых большая концентрация омега-3 жирных кислот, у тебя улучшается реология, то есть консистенция крови, она становится более такой текучей, ну то есть как бы хорошая, качественная кровь, чтобы избежать тромбы, тромбообразования, инфаркты, инсульты и так далее. То же самое я когда записывал видео про эректильную дисфункцию мужчин. Одним из наиважнейших элементов вообще является, помимо донатроазотов и прочих элементов, это омега-3 жирные кислоты. И по факту хорошее кровоснабжение полового органа, члена, и там у женщин это малых, больших половых губ, это просто по факту хорошее кровоснабжение за счет хорошей реологии крови. Все. Я сказал в самом начале, что цинк может взаимозамещать железо. Но при оптимальном дополнении дозировки цинка, она является от 10 до 50 миллиграмм, опять же сильно варьируется от состояния желудочно-кишечного тракта и вообще питания человека, цинк может способствовать усвоению железа. Да, именно так. Это может быть парадоксально звучит, но до 50 миллиграмм в среднем это помощник, сверху 50 на протяжении 2-2,5 месяцев, это враг для железа. Всему должна быть мера. Просто когда люди говорят такую фразу, вот меня действительно, меня каждый раз выводит на эмоции, потому что все говорят такую фразу, всему должна быть мера. Хватит говорить ерунду, нет ничего плохого, ничего хорошего, всего должно быть мера. При этом я смотрю на заболевания гормональной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания мочевыделительной, вообще мочеполовой системы. И каждый раз хочется спросить, а где эта мера? Потому что вот эта фраза, если вдруг из ваших уст это прозвучало, то в ваших анализах должно быть все идеально тогда. Прям приложа руку на сердце. Я искренне люблю, уважаю свое дело и то, что я занимаюсь уже многие года. В этом году 10 лет, как я этим занимаюсь, 33% своей жизни. Представляете? Одним и тем же. Потому что это дело по любви, я продукт своего продукта, я знаю, что я говорю, потому что я сам через это все пропустил. Следующее, зачем нам нужен цинк, это как раз-таки кожа. Экземы, дерматиты, акне, сиборея. Возможно, вы сталкивались с этими проблемами, видели, что различные крема содержат именно цинк. Но я согласен, что цинк внешне, он может нам помочь. Но это всего лишь 20-30%. 70-80%, насколько хорошо чувствует себя кожа, зависит от поступления цинка именно вовнутрь. Поэтому и морепродукты, и рыбу, и полноценный белок животного происхождения, и орехи должны быть в рационе человека для того, чтобы поступал цинк из питания. И если это необходимо, на основе анализа крови, про которую мы тоже на интенсиве будем говорить, мы с вами можем дополнить нутрицептики. Не надо с дубу, как это, бежать с бухты-барахты, покупать витаминки, думать, что сейчас волшебная таблетка меня спасет от всего. Следующая важнейшая функция – это цинк помогает восстанавливать желудочно-кишечный тракт, потому что он входит в так называемые протеолитические ферменты. Протео – это белок, литические – это расщепление, то есть расщепление белков. И по факту здоровье поджелудочной железы, здоровье желудка напрямую взаимосвязано с поступлением именно цинка в наш организм. И если будет его дефицит, то белок будет перевариваться гораздо хуже, будет сдутие, газообразование, и как следствие условно-патогенная флора. Добро пожаловать в кандидоз, молочница, сдутие, газообразование, синдром избыточного грибково-бактериального роста. Отсюда снижение выработки нейротрансмиттеров, нейромедиаторов. Это серотонин, дофамин, окситоцины и прочее. Следует отвратительное состояние, низкий уровень энергии. Ничего неохота делать, а все начинается с того, что дефицит цинка. Следующая важнейшая функция цинка – это зрение. И помимо витамина А, который многие слышали, да, бета-каротин, витамин А, есть ряд элементов, ряд веществ, которые способствуют нашему зрению, и можно сделать реально орлиный глаз. Подпишитесь на телеграм-канал, в котором я даю очень часто маленькие карапульки. Это такая, знаете, плашечка с полезной информацией. То есть один совет. Например, никогда не пейте железо препараты, если у вас гомоцистеин выше 7 микромоль. То есть я вот такие штуки в последнее время очень часто стал репостить в своем телеграм-канале. И параллельно там будет анонс различных мероприятий, различных выпусков на YouTube, чтобы это не пропустить. Внизу телеграм, подписывайтесь и будете в курсе, и много пользы заберете.